приветствую вас уважаемые зрители гости и подписчики моего канала как видите подходит концу моя сборка моя тонировка автомобиля и века что сегодня будем делать на заключительном этапе мы будем делать наносить пигменты на модель она просохла запыление хорошо краской наверное видели в ранней части как получилось довольно таки интересно метод интересный сразу предупреждаю ребята кто захочет попробовать пожиже разводите краску как можно жиже и аккуратненько не спеша тоненькими слоями наносите чтобы не было перебора потому что можно краской переборщить и тогда просто напросто вы краску уже не отмоете в чем проще пигментом что пигмент при желании можно отмывать 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 и со временем он отмоется окраску вы уже не отмоете но краской мне кажется отлично мне больше нравится запыление получается конечно более натуральным как будто машина проехала по грязи потом от дождя это все стекло хорошо и осталась как бы такая вот пыльная пленка можно так сказать ну что сегодня будем наносить пигменты пигменты буду использовать zip модуль zip модуль песок светлый простой песок и глина и также для этого мне понадобятся три кисточки разных размеров и white spirit я использую тикурила так как он без запаха с ним приятно работать что друзья сейчас подготовлюсь и на чем начнем пигментовать модель вот друзья размел развел пигменты развел три пигмента и наношу их как я называю мокрым способом на днище броне автомобиля вот так вот получается вот я говорил что хочу автомобиль сделать более такой грязноватый более натуральный и поэтому решил попробовать сначала мокрый метод нанесение пигментов вот аккуратненько размазывают грязь по днищу также что еще друзья хочу сказать если вы вдруг будете собирать этот автомобиль не одевайте резину на диске до того как вы не сделаете все загрязнения с моделью скажу почему сделано так что диски заходят очень плотно садятся точнее резина на диске заходит плотно-плотно садится ее потом уже с модели очень трудно снять а если снимать то можно поломать оси на которых крепятся диски вот и теперь у меня получается пространство за колесами очень тяжело к ним будет подобраться и сделать пигментом но буду это пробовать за кадром так как смогу более удобно держать модель но потом что получится не получится вы увидите увидите сделаю я это или нет но попробуем попробуем хотя бы мокрым методом достать тонкой кисточкой говорю не надо одевать раньше времени колеса я поспешил хотел посмотреть конечно на результат а вот сейчас как начал наносить пигменты даже немножко пожалел об этом ну сейчас посмотрим ну друзья вот таким вот методом наношу пигменты разведенные данным просохнуть как и говорил чуть ранее не сильно получилось у меня подлезть все таки за за колесное пространство и сделать пигментом арки но немножко попробовал так ведь цвет видимая сделал теперь дам модель немножко просохнут и посмотрю какой получился эффект от пигмента и потом сухой кисточкой его раза 3 вам дадим пару минут подсохнуть будет видно ну вот друзья дал немножко просохнуть и теперь сухим методом так рассыпаю пигмент по машине типа но автомобиля уже сухой как раз не сильно подсохну хорошо ложится фиксируется будет удобно потом растереть его когда подсохнет так как афганистане разные виды грунтов могут быть и мы импровизируем с разными цветами смогла попасть попасть машина и в дождь потом приехать к пескам пыли много поэтому запыляю его не жалея потом лишнее смажем размажем будем ждать что получится ну вот пигмент подсыхает и излишки я смахиваю кисточкой вот так вот с колес сначала начал немножко прошелся по бортам вот так вот машины я так понимаю в афганистане больше использовали для сопровождения конвоев для охраны каких-то вас ездит по периметру скорее всего наличие много антенн скорее всего эти машины были в конвоях излишки убираем кисточкой и смотрим подождем еще немножко времени потом лишнее тоже смахнем кисточкой вот так вот ребята убирал все излишки на модели пигмент подсох и вот тряхнул нищий еще подсыхает вот так будет она выглядеть сейчас еще больше подсохнет пока будет подсыхать автомобиль пройдусь с пигментами вороненая сталь пулеметы аккуратно рукой пройдусь пройдусь подсохнет вот так вот так Прошло, ребята, около 20 минут. Все высохло. Вот такое получилось днища автомобиля. Такие получились борта. Вот так смотрится. Здесь. Я надеюсь, на фотографиях будет лучше все видно. Надеюсь, следующая часть уже будет финальной. Друзья, если что-то увидите, какую-то мелочь, может, я что-то не сделал. Сами знаете, кто моделист. Что часто, вроде кажется, все сделал, а потом на фотографии, на финальной, начинают вылазить какие-то мелкие недоделки. Приходится их спешно доделать. Вот сейчас даже при таком осмотре обратил внимание, что я, оказывается, забыл покрасить зеркала и забыл сделать фары. Ну, это устраним, конечно. Доделаем. Ну, может, кто-то еще что-то подметит. Обязательно напишите. Потому что уже скоро буду делать финал. Финал модели. В принципе, она уже готова. Осталось небольшие доработки. Сфотографировать и вам показать. Передаю, ребята, всем привет. Спасибо, кто смотрит. Спасибо, кто комментирует мои работы. Спасибо подписчикам моего канала, что подписываетесь, что вам нравятся мои видео, что ставите лайки. Спасибо, друзья, большое. Смотрите следующие части. Смотрите, скоро будут и другие продолжения, и другие работы буду делать. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всех благ вам, друзья, и вашим близким. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok